Доброго времени суток, дамы и господа, и мы продолжаем прохождение Jurassic World Evolution. И я вам спешу сообщить, что это будет самое быстрое начало видео, и мы сразу начнем. Поехали! Питер Ладлоу возглавил Инген и вознамерился осуществить мечту дяди. Джон Хэммонд хотел, чтобы динозавры стали всеобщим достоянием. Он отправил на остров команду фотографов. К нашему удивлению, оказалось, что динозавры быстро успели освоиться. Остров стал для них настоящим домом. У Ладлоу было место, были инвесторы, все, кроме самих динозавров. И теперь он знал, где их взять. Что если хаос избрал бы иной путь? Что если бы Ладлоу преуспел, и парк юрского периода в Сан-Диего правда бы открылся? Скажем так, не впечатляет. Так сколько лет назад Инген заморозил проект? О, много. После того инцидента в первом парке. Мы прислушались к опасениям, доктор. Поэтому отложили открытие парка в Сан-Диего. Да, отложили, не отменили, мистер... мистер Томпсон. Я верю в проект. Вот так. Поэтому я здесь. Да, а я здесь так как верю, что помогу вам избежать допущенных прежде ошибок. Понял вас. Я знаю, что смогу сделать, как изначально было задумано. Восхищаюсь вашим настроем. Я такое уже видел. Ну что же, мы походу с вами продолжаем двигаться по киновселенной. Но что-то в киновселенной я, если честно, такого парка не помню. Сейчас узнаю. Приветствуем вас в Сан-Диего, доктор Малкольм. Я Лили Хелфорд, директор по производству. Очень-очень рада вас здесь видеть. Мистер Томпсон боялся, что вы не согласитесь. Что ж, мистер Томпсон ничего не знает о хаосе. И об элементах тоже. Но ничего узнает со временем. И вы тоже, Лили? Иначе и быть не может, я полагаю. Жду не дождусь, если правильно вас поняла. Как вы видите, пока что во всем нашем парке царит беспорядок. Да, я заметил с воздуха. На земле все оказалось еще хуже. На земле все действительно плохо. Я вижу нет электричества, я вижу сломанные здания. Каждый раз нужно с чего-то начинать. Пусть даже и заново. Давайте начнем со строительства оперативного центра. А там уже подумаем, что дальше. По классике. Двигаемся по классике. В общем, нам нужна инфраструктура. Давайте вообще осмотримся, что у нас тут есть. У нас тут есть центр управления. У нас есть научный центр. И у нас есть амфитеатр. Ну, в общем, выглядит это как-то вот так. Наверное, здесь что-то будет происходить. Но об этом мы узнаем только чуть попозже. Пока что загоны тоже сломаны. Здесь нужно будет доработать. Это у нас пункт прибытия. Ну, с которым мы тоже, наверное, пообщаемся. Хорошо. Я вас услышал. Давайте пойдем в инфраструктуру. Пожалуйста, нам подвезите здание. И построим с вами оперативный центр. Значит, куда мы его будем с вами строить, я пока ума не приложу. Ну, вот здесь у нас всякие инфраструктурные здания. Может быть, может быть. Наверное, мы куда-то сюда его и построим. Почему бы, собственно, нет. Но единственное, что нет электричества. Я думаю, что мы этот вопрос тоже уладим в ближайшем будущем. Давайте, например, построим его вот сюда. 100 тысяч это будет стоить. Денег пока что 10 миллионов. В этот раз мы научены прошлым опытом. И, наверное, я буду действовать по-другому, если, конечно, у меня получится. И мне бы очень хотелось, чтобы рутины, которые нам подвезли очень много в прошлой части прохождения, все-таки было немножечко поменьше. Но ничего не обещаю. Потому что все-таки есть подозрение, что механики, которые были там, они никуда не денутся. И все будет на своих местах. Нам говорят, что нет электричества. То есть, в принципе, мне не засчитали пока что выполнение задачи, пока я эту проблему не решу. Ну, у нас вариантов с вами немного. Мы можем построить здесь, например, вот эту вот историю. Наверное, я так и сделаю. Ну, а что я, собственно, могу сделать по-другому? Давайте тогда подключим это все дело к электросети. Это произойдет буквально на ваших глазах. И я уверен, что инструктаж продолжится. А может быть и нет. Угу, отлично. Вот это инструктаж. Вот это я понимаю просто от профессионалов. Значит, у нас центр управления, смотровая галерея, научный центр. Я не очень понимаю, что за смотровая галерея. Возможно, все-таки это имеется в виду вот такая вот история. А, отремонтировать здание. Все, теперь я вас понял. Я что-то неправильно прочитал. Сначала подумал, что надо построить, а надо всего лишь починить. Слушайте, смотрите, что. Во-первых, здесь сразу две машинки. Вот это меня уже радует. Ну-ка, если я сюда зайду. Нет, здесь ничего нет. Я просто в надежде на то, что у нас сохранились те исследования, которые мы с вами изучили в прошлой части. Но, наверное, все-таки это немножечко не так работает. Давайте мы одну машинку отправим в этом направлении. А вторую машинку, соответственно, отправим вот сюда. Здесь как бы без вариантов. Ну и немножечко время покрутим. Я уверен, что тут не на что смотреть. Сейчас у нас будет вводная часть по классике. Но все-таки мне интересно, зачем нам нужен амфитеатр, что мы с этим будем делать. Ты будешь ремонтировать, дружище? Я что-то не очень понимаю. Вроде должен как бы, а что-то никто не ремонтирует. Ты чем занят? Расскажи. Давай я тебе добавить задачу нажму еще раз. А, возможно, я нажал просто не на смотровую галерею, а на забор. Может быть такое. Но в целом может быть, но вроде как бы значка не было над забором. Хотя, может быть, я что-то не понял. Так по электричеству здесь ничего не сказали. Мне как-то раз сказали, что в жизни надо всегда стремиться к свету. Хорошие слова мне нравятся. Вот сейчас, к примеру, нам надо включить во всем парке свет. Как вам такая мысль? Замечательная мысль. Я, кстати, подумал бы сейчас над тем, чтобы просто залететь вот сюда и посмотреть, сколько бы нам стоило изучение. Погоди, а у меня есть сейчас какие-то инженеры? У меня есть вот два человека. И не могу ли я для начала сразу изучить себе электростанцию? Как вам такая вот фишечка? Но, походу, не могу. Могу? Что могу? Ничего не могу. Малая электростанция? Нет, слушайте, могу. Но у меня нет инженеров такого количества. Я просто не уверен, насколько я готов сейчас на них потратиться. Так, еще раз. Здесь нам нужны шестеренки. Можем взять кого-нибудь нанять? Почему бы нет? Кто у нас тут есть с шестеренками? Логистика 1, логистика 2. 104 тысячи. Блин, логистика такая себе. 2, это максимум. Но можно вот эту вот барышню взять. Давайте я ее сразу найму. Я не буду тянуть. И мы попробуем с вами таким вот образом игру немножечко обмануть. Но насколько это можно назвать обманом, я не уверен. Но, тем не менее, за 200 тысяч мы себе такую технологию сразу возьмем. Я, наверное, все-таки немножко поторопился. И вот эту штучку не надо было строить. Мы сейчас ее, скорее всего, снесем. Хотя бы 10 тысяч с этого вернем. Я здесь поставлю нормальную электростанцию. И мы будем чувствовать себя уже поувереннее. Я понимаю, что у вас нет электричества. Ну, а что сделаешь? Ничего не поделаешь с этим. Малая электростанция стоит 50 тысяч. И, блин, она ни хрена не малая. Как оказывается, она чуть больше, чем малая. Но давайте тогда построим ее, например, где-нибудь вот здесь. Я думаю, что идея тоже имеет место быть. Вот чуть-чуть повернись, чтобы ты была поровнее. Я думаю, что нормально. Вот здесь она себя будет чувствовать. Дорогу мы сейчас сначала проведем. Мы сейчас будем думать, как расположим мы все вот эти вот устройства, которые будут электричество передавать. Мне кажется, что я одно все-таки бахну вот здесь. Электричество же дает сама электростанция. То есть я могу, в принципе, вот так вот сделать одно. Здесь точно она никому не помешает. И я могу сделать тогда, соответственно... Да не надо мне кидать сразу провода. Я могу сделать одну вот здесь, например. Как вариант. И я могу, наверное, сделать одну вот там. Сколько это стоит? Я что-то не посмотрел. По 25 тысяч. Ну, потратил я какое-то количество денег. А, дайте мне. А, я не могу. Почему? А, потому что она привязалась. Не нужно туда привязываться. Угомонись. Угомонись. Можно вот сюда бахнуть. Но, знаете, здесь смотрятся просто отлично какие-то магазины. В любом случае, наверное, здесь стоит построить вот эту штуку. Почему бы и нет? Она даст нам электричество везде, где нам надо. Что касается проводов. Провода я проведу, например, вот так. Например, вот сюда. Ну, и, наверное, вот так вот поведу. Здесь у нас что-то пойдет. Я не знаю. Я сейчас буду как-то экспериментировать. Блин, а дорогу-то я здесь не проведу. Но я могу вот таким вот образом сделать, да? И подключиться вот сюда. Здесь же мы пойдем уже в этом направлении. Я думаю, что вы это прекрасно понимаете. Куда-то вот сюда. Дальше мы просто бахнем вот здесь, наверное, столбик. Слушайте, ну, вроде неплохо так получается. Я думаю, что имеет место быть такое расположение проводов на вот этой вот второй линии. Я так понимаю, что здесь нам лучше строить с вами загоны. И вот сейчас таким образом мы должны были подключить все к электричеству. Почему-то не подключено. Пока не очень понимаю. Требуемая электроэнергия ноль. И почему-то ее не дают. Я не понял, что я сделал не так. Ну все, теперь понял. Надо было вот сюда подключить. И что нам говорят? Исследование доступно. Здесь электричества нету, к сожалению. Блин, это грустно. Дайте-ка я вот так паузу поставлю. Это получается вот так надо сделать. Уже сегодня из бывшего парка на Исла Сорна привезут первых динозавров. Постойте-ка, но ведь парк почти полностью разрушен. Да, но не заброшен. Активы все так же принадлежат инген. И в новом парке мы сможем задействовать их. Начнем с травоядной особи. Ей нужен надлежащий уход. Будем отслеживать уровень благополучия. Надейся на лучшее. Готовься к худшему. И помни, где ближайший выход. Я понял, к нам подвезут динозавра. Давайте тогда начнем ремонтировать вот этот вот забор. Мне кажется, что есть смысл именно сюда кого-то завозить. Потому что, во-первых, здесь есть электричество. А во-вторых, тут есть уже смотровая площадка. И мне кажется, что это отличное решение проблемы. Первоначальные, ну и меньшие затраты, соответственно. Потому что нам смотровую площадку не придется строить. Так, как-то здесь странно прицепляется. Я не очень понимаю, почему. Видите, какая фигня. Вот я делаю вот так. И видите, что происходит? Я не понял, зачем это было сделано. Давайте отрубим здесь хвост. И вот здесь хвост отрубим. Чтобы у нас не баговалось. И мы с вами тогда, да, можем здесь уже размещать. Здесь мы делаем в упор, наверное. Я не знаю, насколько надо в упор. Насколько не в упор. Но будет смотреться классно. По-моему, идею, которую здесь заложили изначально, мы будем использовать. Давайте тогда я пойду сейчас с этой стороны и попробую все-таки, чтобы у меня получилось. А то что-то у меня пока не очень получается. Если вот так, ну конечно же. Конечно же, надо именно так проложиться. Вот. Мне кажется, что все получилось. И, наверное, мне также кажется, что нам надо ворота где-то организовать. Давайте ворота организуем вот здесь. Они будут отлично тут смотреться. Все-таки магазины вот в этом месте, мне кажется, это просто идеальная история. И мы, конечно же, этим займемся. Хочется верить в то, что в этот раз мы изучим с вами новые подстанции, которые будут нам давать больше кругозора по электричеству. И, может быть, тогда одной нам будет по центру хватать на всю вот эту вот область. Соответственно, за счет этого мы сможем с вами магазины обеспечить электроэнергией. Давайте немножечко покрутим. Я просто не уверен, будут ли у нас здесь вообще посетители. Я пока не очень понимаю, что происходит. Но время подходит к концу. И нам привезли с вами пахицефалозавра. Опять вот такое сложное название. Пять штук. В принципе, нормально. Давайте их сюда тогда раскидаем. И, наверное, будем сейчас думать насчет того, чтобы все-таки их чем-нибудь снабдить. И, возможно, послушаем еще какой-то инструктаж. Но, в принципе, инструктажа нет. Нам говорят, что нужно повысить уровень комфорта до 80. Сейчас главное, чтобы первые деньги пошли. И тогда мы сможем уже по технологиям пробежаться. Потому что в этот раз я не буду тупить с технологиями. Я буду чуть пошустрее все-таки это делать. Сейчас мы вручную добавим вот эту вот задачу по изучению динозавров. Давайте всех посадим на землю. И скажем, вот, дружище, сделай вот так, пожалуйста, красиво. Прямо всех проверь на всякий случай. Мы посмотрим, что они хотят. Ну, давайте так. Они точно хотят пить. Это мы, в принципе, знаем. Это все динозавры хотят. Можно им воды смело добавлять. Ну, вот давайте я сделаю вот где-то вот здесь, наверное, вот такую вот речку. Если можно ее так назвать. Машина подъезжает. Мы сейчас узнаем что-то об этих динозаврах. Узнаем, как они себя чувствуют. Мне, конечно, не нравится, когда сверху красные значки. Очень хочется это исправить. Давайте тогда мы зайдем вот сюда и изменим вот эту вот историю. Что вообще ты любишь? Вода, пустырь. Пустырь присутствует, но, в принципе, мы также понимаем, что вам нравится просто пустырь, а не какой-то определенный пустырь. Да? А что это такое? Погоди, камень, песок, земля, камень, песок. Блин, а что, зелени нету, что ли? Ну, вот это хреново, если честно. Но, да ладно. Низкорастущие листья нам нужны. Вот они, низкорастущие листья. Давайте сделаем вот так и в зоне их обитания будем этих низкорастущих листьев добавлять. Я вижу, что задание уже выполнено и, в принципе, отсчет пошел. Поэтому им есть чем питаться. Они тут что-то вот бодаются, дружат, наверное, они между собой. Скорее всего, они не будут ругаться. Я надеюсь, как те динозавры, которые постоянно нахрен дерутся, постоянно травмируются и постоянно происходит какая-то фигня. Также у них есть зауропот, анкелозаврит и стегозаврит. Парк развивается прямо на глазах. У меня на глазах он был разрушен. Мы приняли все меры предосторожности, доктор Малкольн. С новыми особями? Иначе никак. К нам везут прелестного, некрупного хищника. И вдобавок к нему хищника покрупнее. Как по мне, ни капли непрелестного. Просто после вашей встречи с представителем одного из видов, мистер Томпсон решил лишний раз вас не беспокоить. О, да, я видел, на что способен тиранозавр Рекс. Мы с психотерапевтом только о нем и беседуем. Это крупнейший хищник, а вы везете его сюда. Мы знаем, что делаем. Да, это правда. Но видите ли, Томпсон, я тоже знаю, что вы делаете. Значит, смотрите, что получается. Я даже, наверное, на паузу бы поставил. Компсагнат и тиранозавр Рекс неожиданно сразу заезжают. Я, если честно, в шоке, потому что я не ожидал, что сейчас сразу нам привезут тиранозавра. Я что хотел бы сделать? Я хотел бы зайти вот сюда, вот в базу данных, посмотреть на особей. Геномы не надо, генетические модификации, наверное, тоже не надо. Все-таки геномы надо, да, как оказалось. Так, Альберт Азавр. Не помню, чтобы я такого изучал. Но, по крайней мере, тех, у кого мы с вами завозили, они здесь присутствуют. Я хотел бы посмотреть, кто такой Компсагнат. Еще раз мне можете, пожалуйста, напомнить? Потому что я не могу постоянно. А, Компсагнат. Ну-ка, стопе. С Компсагнатом, по-моему, дружат все. Вы дружите с Компсагнатом? Я что-то у вас не наблюдаю здесь этого. И я не понимаю, могу ли я его сюда закинуть. Зауропод, анкилозаврит, стегозаврит. Слушайте, ну, походу, здесь надо будет подразобраться все-таки с помощью исследований. Возможно, так будет проще. Небольшие травоядные хищники. Ну, вот, например, хищники. Ты кто? Ты велоцитарм, делофазавр. Хорошо. А где мне посмотреть-то, блин? Они с ним не дружат, что ли? И мне придется их закидывать вместе? А если я здесь посмотрю тираннозавра Рекса, да? То я увижу информацию о том, что он дружит с этими господинами маленькими. Где у меня этот тираннозавр Рекс? Его тут хрен найдешь. У меня здесь есть информация о нем. Эра, описание. Так, хорошо. Описание, длина, вес, бла-бла-бла, особи, геномы-особи. Так, а если я нажму справку, то мне дадут справку. Спасибо большое, что вы мне дали справку. Я вообще хотел справку по этому динозавру. Короче, ладно, давайте так. Мы сейчас вот здесь будем с вами готовить для тираннозавра Рекса. Ты, кстати, как осматриваешь? Нормально, нормально. Нормально. Делать, я думаю, здесь надо с другой стороны. Может быть, с этого и начать. Давайте на паузе пока что будем работать с этим. Вот мы вот так вот повернем. Попробуем установить. Например, например... Блин, что-то кривовато. Я бы хотел идеально ровно. По-моему, через шифт выравнивается. Да, вот это идеально ровно. Ну, например, вот здесь, да? Я думаю, что нормальная тема. Прямо в упор можно поставить и чувствовать себя комфортно. Все, с этим разобрались. Да, нет электричества, но оно появится. Наверное, там вот тоже надо вот это все занимать. Но я бы хотел бы компсогнатов разместить там, где действительно они будут себя чувствовать нормально с кем-нибудь. Потому что слишком маленькая особь, и я не хотел бы ее селить отдельно. Это будет слишком жирно. Все равно криво, один хрен. Видите ли, что? Как-то не очень получилось. Но мы сделаем вот по примеру вот этой вот истории. Я, наверное, все-таки на паузу должен поставить, потому что компсогнатов как бы сейчас уже подвезут. Я, наверное, если мне их привезут, сейчас прожму подождать две минуты. А сам в это время дождусь Тираннозавра Рекса и, соответственно, посмотрю, дружит ли он с этими компсогнатами. И, возможно, их туда подселю. Ну, вроде загон у меня готов. Осталось только ворота добавить. Посмотровую площадку мы сделали. В целом все нормально. Да, я ведь думаю. Ну, сейчас достроится, электричество подъедет. Компсогнат, короче, будет ожидать. Потому что я что-то не готов его сейчас кидать куда-либо. Электричество есть? Электричество есть. Все хорошо. Сколько электричества еще есть? Ой, да еще нормально. Расход у нас минимален. Поэтому все хорошо в этом плане. Ворота построили. Сейчас вот это все построится. И компсогнат. Давай-ка, дружище, ждать две минуты. Мы сейчас посмотрим, как ты там с Тираннозавром Рексом дружишь. Я просто не знаю, съедят ли тебя там или нет. Я подожду все-таки именно его. А потом будем уже какие-то решения принимать по этому поводу. Я не понимаю, почему вот это не достраивается. Там достраивается. По очереди идет. Смотрим, смотрим. Здесь достроилось. Все, здесь тоже достроилось. Все хорошо. Зря я переживал. Значит, можно сразу разместить какой-то воды. Посмотрим, что он там любит. По-моему, он лес любит, если я правильно помню. Из последней серии, которая была буквально недавно. Да, Тираннозавр Рекс. Одна особь. Перевести особь, соответственно, прямо вот сюда. Нам как бы ничего выводить не нужно. Кормушка с живой приманкой. Это мы тоже знаем. А еще Тираннозавр Рекс. Подожди, не понял. У нас их в итоге два. А как они будут себя чувствовать вместе? Я что-то не понимаю пока что. Ну, сейчас будем смотреть. Что-то пока. Пока это все выглядит очень непонятно. Я думаю, что кормушка у вас в любом случае появится. Да, вот здесь так или иначе. Вода у вас уже присутствует. Слушайте, ну два Тираннозавра Рекса это лучше, чем один. А знаете что? А сколько денег у меня? Идут деньги? Ноль. Ну, посетителей, наверное, просто пока что нет. Я так понимаю, что посетители будут. Потому что есть как бы заведение и все такое. И мы обязательно с вами это построим. Ну, дружище, давай рассказывай. Хотя, что ты будешь рассказывать? Тебя нужно сначала просканировать. Наверное, мне надо будет ставить вот эти вот вышки замечательные, которые нам помогут больше о динозаврах узнать. И таким образом мы сможем, наверное, все-таки их контролировать лучше. Так, нам нужно успеть сейчас до компсогната просканировать, нажать паузу и посмотреть. Скажи мне. Вот, отлично, совместимость присутствует. Все, лучше и быть не может. Расскажите мне по поводу особей. У меня есть сомнения. Нет, две особи это нормально. Область сейчас он себе расширит, я надеюсь. Ну да, еще есть куда расширяться. Он может прогуляться и осталось совсем чуть-чуть. Необходим песок и добыча. Так, погоди-ка, а вот добычи у меня, кстати, нету. А ее я должен сейчас изучить или на что мне намекают? Давайте смотреть. Да, вот она, действительно, эта штука. Мне нужно ее изучить. Изучить я могу ее за минуту. Я думаю, что ничего страшного не произойдет. Ну, соответственно, я, наверное, сниму сейчас... Хотя, что вы, давайте сразу сделаем. А это не песок тебе, что ли, друг мой? Давай-ка, давай-ка вот так вот сделаем. Так, по добычу мы поняли, две добычи. Надо будет, нужен песок. Дайте нам посмотреть на песок. Где у нас он? Земля. Это песок. Так, песок отличается, да, от того, что у нас здесь насыпано, я так понимаю. Я сразу вот такой вот радиус возьму, потому что компсогнат, он как бы тоже песочек-то любит. И мы это знаем уже. Блин, я надеюсь, что у нас получится сейчас в этом вольере все сделать. Ну, скажи, что мы переходим в зону белую, а не в красной находимся. Вот, все. Вроде хватило. Я здесь тоже сразу песка сделаю, чтобы они могли здесь гулять. Ну, и остается только добыча. Это какой-то странный тирнозавр. У него какие-то другие потребности. Ну, вот, 34%. Вот, держим. Давайте тогда дожидаться еще 5 секунд. Плюс мы дожидаемся с вами чего? Мы дожидаемся технологии. Нет, стоп, давайте на паузу. Что-то там началось уже какое-то бешенство. Это надо контролировать. Давайте снимем с паузы. Машину он перевернул. Он перевернул нахрен машину кверх ногами. Сейчас мы сюда корешей тебе посадим. А вот этот компсогнат, он что ест? Я что-то не помню. Вообще не помню, если честно. Но нам нужна кормушка. Я удивлен, что им лес никакой не требуется. Да, это достаточно странно. Неужели болезнь какая-то есть? Да не, нету никакой болезни. По зоне мне расскажите, вы разобрались или вам не хватает? Да, здесь хватает. Добычи только не хватает для того, чтобы было 100%. Я, наверное, здесь, с вашего позволения, все-таки построю вот эту вот башенку. Ну, наверное, я ее куда-то вот сюда приделаю. Мне почему-то так кажется. И что, вы тут нормально себя чувствуете? Они еще разного цвета. Они как-то забагованно трутся друг об друга. Ну, ладно, вон, вроде нормально. Мы обязательно сейчас этим займемся. Но перед тем я сначала... Нет, давай все-таки кормушку я построю. Я знаю, что тебе нравится добыча, друг мой. Поэтому мы тебе добычу ставим. Давай поставим раз. Давай поставим два. Плохо, что здесь достаточно пусто. Лесом не требуется, что странно. Вроде требовался. Ну, в тот раз у нас не получилось прям посмотреть на тираннозавра. В этот раз у нас есть такая возможность. Вот он, дружище, лежит. Прикольно, что они разного цвета. Пока мне все нравится. Но главное, опять же, не попасть в рутину. И, наверное, перед тем, как мы будем сами выводить с вами динозавров, мы будем должны, наверное, каким-то образом подогнать геномы. Чтоб у нас уже было чем все это дело менять. Я надеюсь, что динозавр не будет сейчас беситься и сходить с ума. Но я вижу, что он все-таки бесится и сходит с ума. Но при этом у него соточка. Все хорошо. Забор он ломать не должен. Нам подсказывают, что парк закрыт. И я думаю, что это надо исправить. Мы бы не справились без вас, доктор Малкольн. Так, я хочу уточнить. Я против того, чтобы этот парк существовал. Такова была мечта Джона Хэммонда. Она сбылась. Хоть и не сразу. Отлично. Парк, я так понимаю, надо открывать. Мы сейчас это сделаем. Я назначусь сюда. Блин, вот это я просто снесу, наверное, вот эти хвосты. Потому что мы знаем, что они багуются. И нормально здесь ворота не строятся. А что нужно еще отремонтировать? А, вот это вот. Слушайте, знаете что? Давайте, лишь бы у меня значков вот этих лишних не было. Я лучше вот это все уберу отсюда, да? И буду чувствовать себя комфортно. И что-то без электричества. Я не могу понять, что. А, вот это вот. А вот это зачем так сделано? Я пока не очень понимаю. Ну ладно, оставим все как есть. Здесь без электричества, понятно, доделаем. Все сносить не будем. Но вроде все себя чувствуют отлично, друг мой. Я правильно понимаю? Это же действительно так. Ну, Тираннозавр Рекс точно чувствует себя нормально. Так же, как и второй его кореш. А вот что касается маленьких вот этих зверьков, то здесь мы... Слушайте, а мы попали прямо в точку. Все хорошо. Область достаточная. Популяция 8 минимальная как раз. Мясо присутствует даже больше, чем надо. Поэтому все прям отлично. Каким образом я должен парк открыть? Я что-то не помню. Чтобы открыть парк, выберите пункт прибытия и нажмите открыть парк. Все достаточно просто. Давайте парк откроем. Запустим гостей. Доктор Малькольм, этот парк позволил Инген достичь стабильности. Для нас обоих это победа. На первый взгляд. А еще наш парк – невероятная возможность для гостей. Да, или для голодных динозавров. Парк юрского периода в Сан-Диего. Как звучит? Да, и правда звучит. Как иллюзия. Ну я рад, что мы побыстрее смогли все открыть. И теперь перед нами стоят уже следующие задачи. Видимость особей мы уже увеличили. Осталось только повысить комфорт. Действительно потрясает воображение. Но нам есть куда расти. Комфорт гостей оставляет желать лучшего. Надо его повысить. Холодный лимонад пойдет на пользу и гостям, и нашим счетам. Чтобы деньги текли рекой, уделите внимание заведениям с напитками. В наш парк едут лишь с одной целью. Посмотреть на динозавров, ведь больше их нигде не найти. Чтобы все гости увидели наших ящеров, надо повысить уровень видимости. Сделайте так, чтобы наши посетители глазам своим не поверили. Ну, в общем, вы, конечно, молодцы, что мне подсказываете. Но, по сути, как бы и без вас разберемся. Я вообще хотел сюда вот немножечко топливо залить. Да и, наверное, сразу вот этого я бы положил. Потому что, ну, а мало ли что, еда закончится, а я этот вопрос упущу. Значит, что касается прибыли. Есть ли прибыль? Ну, прибыли как бы не очень, если честно. Что достаточно странно. Возможно, сейчас это скоро изменится. Мне говорят, что ноль в минуту. Но я видел там немножко другую цифру. Хорошо. Люди потихоньку идут. И нам нужно им сделать что-то по развлечениям. Значит, я предлагаю в этот раз все-таки упороться в технологии. Да, и сейчас я бы хотел, как и говорил, все-таки заняться электроэнергией. Но пока что не могу до этого сделать. С альтернативной системой распределения электростанций можно обойтись без лишних опор лэб. Соединяя их друг с другом для создания масштабной электросети. Я не очень понимаю, как это работает. Но нам и ученых не хватает. Мне бы вот это хотелось бы, если честно. И, наверное, я даже не знаю, что это такое. Это улучшение? Блин, а я не могу. Почему? Потому что здесь нужно парк до трех звезд. И, соответственно, логистику навык до восьми. Что? Повысить общий уровень навыка логистика до восьми. Если честно, я вообще не понимаю, о чем речь. Наверное, имеется в виду, что мне ученых не хватает, которые необходимы для этого. Хорошо. Договорились. Ничего страшного. Это не беда. Я могу сделать, в принципе, тогда вот таким вот образом. Я могу еще одну такую штучку разместить вот здесь. Да? И, соответственно, она охватывает все в итоге. Она, я хотел сказать, оно, наверное, электричество. Но, в общем, вы поняли, о чем я. Только как лучше это подключить, потому что здесь получится много проводов. Я вот даже не знаю. Вот так тянуть, ну, что-то вообще не хочется. Может быть, я поторопился. Ладно, пока сносить не буду. Мы можем, как минимум, вот здесь начать строить магазины. Кстати, я понял. Здесь именно с заведений выручка, а не в общем с парка. Поэтому все правильно. Никто не ошибся. Ошибся здесь только я. Давайте начнем. Место здесь, как мы видим, все-таки ограничено. И поместится у меня сюда, ну, пару магазинов. Поэтому можно не кучковать. Больше сюда просто никаким образом не влезает. Давайте мы сделаем раз. Мы сразу выберем конфигурацию. Будем делать... Ну, давайте здесь оставим пончики. Моя любимая с выбором конфигурация. Это прям топовая история. К сожалению, пока что здесь мало вариантов для выбора, как мы понимаем. Но это в дальнейшем все будет решаемо. Я даже не знаю. Давайте сделаем вот так. Пока что хрен его поймешь. Значит, у нас есть пончики. То есть, есть еда. Дальше нам необходимо с вами выбрать что-нибудь для питья, например. Да? Можно, кстати, гостиницу построить. Блин, а вот гостиница сюда уже 100% не влезает. Это достаточно печально. Хорошо, ничего страшного. Мы с этим потом разберемся. Давайте сейчас именно по заведениям сходим. Еда есть. Давайте нам что-нибудь из питья. Плохо, что магазины не меняются внешне, исходя из того, что в них продается. Но мы помним, что мы можем их немножечко настроить. Внешне я имею ввиду. И мы, наверное, это сделаем. Так, попытаюсь что-то здесь тоже подогнать. Но мы видим, что тут в целом, как бы сейчас, исходя из того, что сами здания малые, не так много вариантов для настройки. Давайте сделаем вот так. И я хочу посмотреть на не конфигурацию, а вот эту архитектуру. И вот, мы можем здесь что-то с вами немножечко пошустрить. Давайте что-нибудь попробуем сделать. Я не уверен, что получится. Что-то здесь меняется, что-то там меняется. Вход. Во, например, вот такой вход хочу. Можно его подвинуть. Тоже неплохо. Здесь вот такая вот штука. А это что? Во, деревья. Классно. Деревья это хорошо. И можно изменить здесь значок. Но у нас же здесь пончик, поэтому зачем, в принципе, менять? Давайте то же самое попробуем сделать здесь. Походу, конфигурацию надо менять. Ну-ка, подожди. Конфигурацию надо менять. То есть, мне нужно... Ну-ка, погоди, погоди. Мне нужно больше вот этого, видите? Но можно потерять в огоньке. То есть, я что могу сделать? А я нихрена не могу сделать. Я могу вот здесь поменять, да? Вот таким вот образом. И мне это сильно не помогает. Но я думаю, что лучше станет, потому что показатели выросли. Пока что наше заведение вообще не приносит нам нихрена прибыли. Что достаточно печально. Но я думаю, что это вопрос временный. Значит, я хотел вообще здесь тоже побаловаться. Давайте я немножечко побалуюсь. Давайте оставим здесь вот такую. Это что у нас такое? Оформление здания, да? Ну вот это что-то другое. А что еще есть? Ну, не сильно что-то меняется. Сзади там что-то изменилось. Ну, как бы, в принципе, так себе. Такой же вход мы не хотим. Вот, хотим вот такой вот вход, да, например. Транспорт в опасности, ничего страшного. О, погоди, погоди. А вот так прикольно. Но не прикольно, что оттуда дороги нету, да? Давайте сделаем вот так тогда, чтобы они были типа входы рядом. Здесь мы сделаем вот эту вот штуку, например. Навесы есть уже. Вот такого нету. Вот это мы тоже хотим. По поводу вывески, я думаю, что здесь тоже ничего особо не поменяется. Можно оставить вот такую фиолетовую. Нам остается построить еще одно заведение, которое будет заниматься у нас сувенирами. Вроде влезает, я электричество протянул, но вот как-то так. Да, не очень круто, что здесь только проводов, но зато там есть электричество. Так, ну давайте погнали. Я вижу, что вот нам нужно, наверное, вот этого добавить. Что здесь интересного есть, да? Фигня полная, надо изучать. Надо изучать, но все же повторюсь, что я бы хотел, чтобы этой механики не было. Если честно, с превеликим удовольствием. Походу, надо работать больше вот на вот этих. Видите, у них такая большая потребность. И таким образом, наверное, и денег будет больше. Мы пока что добились только 12 тысяч с вами с заведений. И это не очень хорошо. Строить где-то гостиницу вот здесь я бы, наверное, не хотел. Слушай, отстань ты от этого транспорта. Давай не будем заниматься фигней. Электричество здесь есть. Вот я пока не понимаю насчет вот этого. Можно ли, точнее, эти ворота загородить? Я бы не стал. Но давайте попробуем что-нибудь еще сделать. Я вижу, что доходы потихоньку поднимаются. Возможно, люди просто приезжают, и все становится лучше. Тем не менее, я все-таки добавлю еще один магазинчик именно вот в таком формате. Именно здесь. Ну и здесь у нас два еще влезают, как вы помните. Большие сюда уже заведения не влезут, к сожалению. Я пока не буду баловаться с, наверное, внешним видом. Может быть, потом я как-нибудь побалуюсь. Дай-ка я конфигурацию поменяю. Разрешите, пожалуйста. А, вот, другое. Другое я хочу. Ну, давайте, наверное, напитки, потому что здесь пустыня как-никак. И, может быть, здесь они хотят почаще пить. Я без понятия. Это мое предположение. Давайте мы тогда бахаем вот так. Делаем акцент на первый слой населения. Но не забываем и про остальные хотя бы немного. И вот нам подсказывают, что, видите, теперь надо на зеленых сделать акцент. Ну, у меня нет тут столько ячеек, поэтому уж извиняйте. Ну, вообще, смотрится, как будто так и должно было быть. Ну-ка, дайте-ка я вот сюда загляну. Ну, я хочу глянуть, что тут нам подсказывают. Гости, доступно туалетов. А, блин, точно. Я же самая своя любимая. Ты забыл. Туалет-то поставить, это, конечно. Это вообще без проблем, ребята. Я вам сейчас бахну. Может быть, по центру надо было туалет сделать. Ну, сделаем. Может, тут ничего страшного. Я думаю, что никому хуже от этого не станет. Кстати, наверное, туалеты тоже можно настроить, кастомизировать, да, как-то по внешнему виду. Понятно, что туалетов надо будет еще. Одного будет недостаточно явно. Но, тем не менее, комфорт, я уверен, сейчас поднимется. И, скорее всего, да, нам нужно будет с вами сделать гостиницы. Давайте посмотрим. Рейзинг удобства, понятно. Доступность убежищ, конечно же, само собой. И доступность туалетов. Хорошо. Пока что мы строим один туалет и ожидаем, что из этого получится. Я, наверное, скоро исключу побольше и посмотрю на прибыли вообще. Вот, денежка пошла. Это мне нравится. Давайте тогда не будем стесняться и прямо сейчас будем выбирать какие-то дальнейшие исследования. Мне бы хотелось бы генетические модификации изучать. Одна у меня, кстати, уже есть. Вот эту за 100 тысяч, вообще за милую душу, я бы взял. И взял бы ее прямо сейчас, потому что, ну, а что тянуть? Будем с вами над этим работать. Наверное, мне также бы хотелось построить из инфраструктурных зданий вот эту вот штуку. Но пока что нам нужно ее изучить сначала. Для того, чтобы ее построить. Согласен полностью. Мы сделаем это только чуть попозже. Пока что у нас есть технология. Где у нас убежище? Вы кто? Тур по парку? Развлечения? Нет, погоди. Убежища, они не здесь и не здесь. И не здесь. Они, наверное, в гостях, да? Все верно. Убежище в гостях. Как бы это странно ни звучало. Значит, где мы можем их располагать? Мы можем их располагать везде. Только где нам действительно хочется их располагать? Наверное, так правильно поставить вопрос. Я, если честно, не знаю. Ну, одно убежище я бы приделал бы вот сюда. Хотя здесь больше смотрится какой-нибудь центр врачебный для динозавров. Ну, давайте вот так вот построим, например. Таким вот образом. Чтобы закрыть уже вопрос вот с этим вот трансформатором. И сюда тоже подведем дорогу. Я уверен, что сейчас какую-то часть области красной мы с вами перекроем. Нужно куда-то приделать еще. Мне вообще хотелось бы вот сюда построить. Но если бы я про это вспомнил раньше, я бы, наверное, подумал бы. Но так как вы понимаете, я уже не подумал. Нужно что-то еще думать. Вот там все зелененькое. Блин, вот здесь оно бы смотрелось прямо идеально. Влезло бы оно, а мы сейчас с вами проверим. Да, оно действительно бы влезло и перекрыло бы все наши проблемы. Слушайте, слушайте. Я пока не уверен, что я хотел бы его здесь увидеть. Потому что мне магазина не хватает одного для того, чтобы задачу выполнить. Но, хотя я думаю, если я построю убежище вот сюда, никому хуже от этого не станет. И оно дойдет и вот досюда. Да, давайте сейчас это протестируем. Но, и, соответственно, когда я строю убежище, а можно дорогу ровную, я получаю с вами новых гостей. И да, видите, выполняю задания по магазинам, что на самом деле, конечно, замечательно. Так как у нас изучилась технология, мы сразу же пойдем в нее. Давайте заглянем в инфраструктуру. Нам нужно что-нибудь для персонала, а именно его штаб. Можем ли мы? В целом можем. Давайте вот этого вот отправлять. Пока что у нас ученые, если честно, на уровне днища по своим значениям. Я имею в виду те значения, которые необходимы для технологии изучения и так далее. И поэтому надо будет, наверное, каких-то новых нанимать. Сейчас мы немножко встанем на ноги. И хотя мы уже на ногах, деньги есть, и они идут в плюс, причем по 100 тысяч, что приятно для начала. Но тут, конечно, нас забустило именно тернозавром Рексом, по-моему, который только что съел козу, да, или что-то он там сделал. Даже следы остаются, что-то не помню, были раньше следы. Но вот еще одна тебе коза, не знаю, хочешь ли ты ее ловить, но у тебя такая возможность в любом случае имеется. Слушайте, раз технологии залетают, то себе в этом отказывать не надо. Этому мы уже научились с вами в прошлом прохождении. А генетические модификации это вообще сразу только да. Вот это не можем, видите, можем вот это, можем вот это. Давайте изучать потихонечку все, потому что, ну, мы действительно не знаем, какая модификация может пригодиться. Видите, мне приходится всех ученых назначать. А, я не могу почему-то. А почему? Чем-то занята, я что-то понять не могу. Возможно, технология еще не изучилась, или что не так? Не знаю, не вижу, по крайней мере, что она чем-то занята. Немножечко снизилась у нас вот эта вот история. Это что такое? Ну-ка объясните мне. А, это вот эти вот ворота, которые не подключены к электричеству. Да и хрен ты с ними. Продолжаем размещать туалеты. Я думаю, что один туалет вот здесь будет смотреться прямо отлично. Хотя больше он напрашивается вот куда-то сюда, да, наверное, согласитесь со мной, скорее всего. И, может быть, я бы так его и построил бы, да, вот так. И здесь бы сделал дорогу, с этой стороны магазинчик бы приделал, плюс электричество. Но вот сюда точно нет, это я вам сразу говорю. Давайте попробуем, насколько это у нас получится. Я сделаю здесь, ну, вот как-то вот так, наверное, дорогу. Она куда-то там пойдет, мы потом придумаем, что с этим уже завернуть. Здесь мы размещаем туалет, который прямо помещается и как раз перекроет нам все наши проблемы. Но и стоит подумать про гостиницы, скорее всего, потому что там уровень комфорта у нас так себе. Давайте посмотрим на это дело. Гости, ну, пока что малая гостиница. Но надо, чтобы динозавров было видно. Но вот так как я сделаю? Я могу сделать только если вот здесь. Жаль, что эти столбы нам немножечко мешают. Я, конечно, не сильно расстраиваюсь по этому поводу, но все-таки неприятно. Слушайте, наверное, вот здесь бы она смотрелась неплохо. Но здесь, о, дотягивается даже электричество. Я не буду обращать внимание на то, что транспорт в опасности. Мне совершенно не важно. Дайте мне дорогу подвезти. Я буду очень рад. Замечательно, 22% уже есть все-таки. И что-то сейчас упало до 20%. Пока не очень понимаю почему, но мы сейчас посмотрим еще раз вот сюда. Ну, рейтинг удобства, да, видите, доступность убежищ 58. Я уверен, что сейчас рейтинг удобства, как только вырастет, то сразу будет ситуация немножечко другая. И раз мы с вами изучили технологию, давайте построим штаб персонала, наверное, прям вот здесь. И наймем с вами каких-нибудь ученых еще. Потому что нам ученых явно не хватает. И желательно, конечно, иметь каких-то хороших ученых, которые нам будут помогать. Рейтинг парка вырастает. Доходы плюс 0. 211 тысяч тем временем в минуту. Это достаточно приятно. Но задача все еще не выполнена. И нам над этим нужно будет поработать. Давайте заглянем. А, никуда мы не заглянем. Нам нужно, чтобы здания построились. Причем оба желательно. Сейчас увидим вот здесь вот, я уверен, какой-то буст. Ни хрена себе он орет. И да, действительно, смотрите, задача выполняется. Тур по парку, другие блоки. Все это мы потихонечку разблокируем. Только теперь мне непонятно, как сюда это приделывать. Так что парк нужно подготовить. Построить подходящие загоны и оборудовать их. И какое же в парке новое блюдо, не считая нас с вами? Несколько травоядных. С ними просто. Ни с кем из динозавров не бывает просто. Ну, полностью согласен. Но я думаю, что все-таки мы справимся. И знаете чего? И знаете чего? Наверное, я бы делал бы вот здесь. И хотелось бы опять понять. Паразуалов, Меминчезавр. Блин, я не знаю, могут они вместе, не могут. Ну, короче, мы сейчас будем делать по старой схеме. Мы сначала сделаем с вами. Слушайте, а может быть вот здесь сделать тогда? Доделать, да, точнее? Я думаю, что это правильное решение. Мы тогда доделаем с вами вот здесь сначала. И потом уже будем смотреть. Если не подойдет им, да, не подойдут они друг другу, так скажем, то тогда будем делать второй. То есть один у нас сейчас приземлится, так сказать. И мы, соответственно, уже с него будем всю информацию считывать. Давайте по заборам я сейчас быстренько здесь разберусь. Я думаю, что ничего интересного я вам здесь не расскажу. И мы будем ожидать динозавров. Я вот, если честно, не уверен, что я хочу этот тур по парку делать. Что-то мне так лениво этим заниматься. Так, электричество сюда, пожалуйста. А что, дорогу не подвел, что ли? Я думал, что здесь так в упор, что и дорога не нужна. Но нет. Это мне показалось. Здесь надо все-таки сделать дорогу. И я ее, конечно же, нарисую. В принципе, еще достаточно места до того места, конечно же, времени. Достаточно до того момента, как нам кто-нибудь подъедет. И я бы хотел подумать над чем-нибудь еще. Например, над тем, что я все-таки возьму какого-то ученого. И мы не будем на это с вами забивать в этот раз. И будем прямо очень ответственно относиться. Ну, как бы ученые едут. Вот, генетика хорошая штука. Да? А погоди, а здесь в основном что требуется? А здесь все подряд требуется. Что здесь смотреть? У нас сейчас с вами, по сути, адекватных нету вообще. 2, 4, 3, 1. Ну, вот это более-менее. Вот это тоже нормально. Вот это мне вообще не нравится, если честно. По своим максимальным значениям. И я бы ее, наверное, нахрен уволил. Я бы лучше вместо нее взял бы кого-нибудь другого. Пошла вон отсюда. И мы сразу заходим с вами вот сюда. И смотрим новых ученых. Значит, мы определились с вами, что есть хорошие. Но, смотрите, логист, который может быть седьмого уровня. При этом еще пятый вот этот. 286 тысяч. Сюда, дядя, заходим. Пока что я знаю, что ты не очень, так скажем, хорош в данный момент. Но мы тебя обязательно забустим. Благополучие хорошее. Это доктор. Но нам нужны шестеренки какие-то хорошие. И нам нужны, наверное, кто? Вот, смотрите, вот этот мне нравится. Генет, 304 тысячи. Ладно, я согласен пока, что на это тратится. Я прям согласен. Давайте мы еще возьмем кого-нибудь одного. Или пока не борщить. Ладно, давайте тормознем. Посмотрим сначала, что у нас есть. Мы зайдем в инфраструктуру. И сразу займемся тем, что позволяет больше штабов и обучение ученых до второго уровня. Я хочу вот это. Ну-ка, погоди, а я вот такое вот увидел. Это новое что-то. Расширение границ парка. Расширение границ парка. Вот это охренительно. Это я хочу, конечно же, тоже. Нам нужны сейчас шестеренки. Три и две выбираем. И начинаем исследование. Кстати, что касается границ парка, давайте посмотрим. Слушайте, ну такие... А, ну вот, видите, раз. Ух, нихрена себе там место. Вон там что-то есть. Вот здесь. Неплохо сыграно, неплохо. Мне нравится, по крайней мере, перспектива этого парка. А там уже посмотрим. Так, ну давайте тогда будем двигаться дальше. Я, если честно, даже не знаю, куда двигаться. Я бы все-таки хотел бы не забывать про технологии очень сильные. Может быть, посмотреть, могу ли я еще одну технологию какую-нибудь сразу запустить. Обучение это хорошо, но я просто знаю, что генетические модификации нам по-любому понадобятся. Вот эту могу изучить, да? Могу. Давайте попробуем ее изучить. А, нет, не могу. Нет, могу, все верно. За 100 тысяч, конечно же, отправляем вас туда. И сейчас будем прямо очень плотно и постоянно это делать. Замечательно, технология изучилась. Дайте нам еще одну, причем прямо сейчас. Я сейчас, пока это все не изучу, я не угомонюсь, это я вам точно говорю. Что бы это ни было, я это все хочу и буду вот... А, вот это, кстати, не могу. Вот это могу. Я буду это изучать, потому что хрен его знает. Я лучше сейчас это сделаю, чем потом буду сидеть и два часа еще ждать чего-то. И у нас пара звалов приехал. Ну, давайте перевезем эту особь. Их 5 штук. У нас уже вольер готов. Мы закидываем их вот сюда. Наверное, я сразу же тогда сделаю воды. И мы должны будем быстренько его сосканировать. Скорее всего. Ну, не скорее всего, а точно. Возможно, этим я скажу еще подождать. Я сейчас на большой скорости это сделал. Я просто боюсь, рейнджеры не доедут за это время. И мы не успеем посмотреть. Но, в любом случае, нужно контролировать их состояние. Поэтому, блин, они маленькие ли вам здесь загон? Давайте-ка узнаем. Ну-ка, расскажи нам, пожалуйста. А, я не могу ничего посмотреть. Нам нужно срочно взять вот этого вот господина, который на базе. Добавить ему вот эту вот задачу, чтобы он сюда приехал. Что-то у меня есть такое ощущение, что такое себе для них. Я имею в виду по размеру. О-о-о-о-о-о-о. Нет, дружище, это точно ждать. Погоди. Блин, дружище, очень долго ты ездишь. У меня уже сейчас опять динозавры прилетят, а я все этих не обследовал. Вот, теперь могу посмотреть. Так, хорошо, с этим я разобрался. Кто ты, с кем вообще тебя едят? Зауропод. Так, зауропод это с длинной шеей. Что у тебя по зоне, скажи, пожалуйста. Область достаточная, популяция хорошая, не хватает низкорастущих орехов, скорее всего. И зауропод, а я надеюсь, что это зауропод. Ну, выглядит как зауропод с длинной шеей. Давайте тогда перевезем особь вот сюда. Посмотрим, как они себя будут чувствовать. Я, если честно, не знаю. Возможно, мы очень сильно рискуем. Но, тем не менее, я добавлю еще сюда растения. Да, кажется. Но иньен нужны новые образцы. Вернемся к традиционной палеонтологии. Старые добрые времена. Тогда ученые выкапывали кости динозавров. Они оживляли их. Так, мисс Хелфорд в курсе требований. Нам надо привлечь больше посетителей. О, да, конечно. Конечно. А затем построить экспедиционный центр. И отправлять палеонтологов за образцами генома. Тогда в парке появятся новые виды. Да, пожалуй, логично. Так мы сможем значительно повысить рейтинг нашего парка. Это... Грандиозные планы. А значит, возрастет и наша прибыль. Ага, предсказуемо. Знаете, некоторые аспекты вселенной нарушают законы хаоса своей вопиющей очевидностью. Ваша цель тоже к ним относится. Причем напрямую. Не забывайте, что первый парк тоже был разрушен из-за чьей-то спеси и жадности. Я учту ваше беспокойство, доктор Малькольм. Но инген нужно оправиться от убытков. И парк поможет нам в этом. Мы изучили прошлые ошибки и сделали выводы. Боюсь, ваш единственный вывод это то, что инген восстал из пепла. Получилось один раз, получится и второй. Вот как вы считаете. Ну что же, замечательно. У нас прибыли динозавры. И знаете, меня удивило то, что они какие-то реально охренительно здоровые, очень высокие. Я думал, что диплодоги это вообще нормально. Ну, самые большие, самые нормальные, самые большие, конечно же, в скобочках. И вот здесь у нас возникла проблема. Этой области действительно не хватает. И тут вопрос у меня опять же, а будет ли какая-то другая область больше? Ну, в общем, пока непонятно. Нам нужно делать либо что-то здесь, что я думаю, то же самое по размерам. Либо уже расширяться в этом направлении и делать загон побольше для вот этих двух видов сразу, чтобы они чувствовали себя комфортно. Да, конечно, здесь уровень комфорта не очень плохой, но в любом случае, видите, заполнено целиком. А как бы они все равно недовольны. И нужно будет, я думаю, и тех, и других просто-напросто переселить. И мы слышали, что нам подсказали, что необходимо построить экспедиционный центр и начать исследование новых особей, о чем я, собственно, и говорил. То есть мы будем выводить их самостоятельно. Это значит, что мы все правильно делали и начали изучать потихонечку технологии. Я думаю, что первую часть мы на этом завершим. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока.